Дота 2 Субтитры сделал DimaTorzok Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Субтитры сделал Dota 2 ТВ на пяти языках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Живой азарт и холодный расчет. Патма ферст пиком для ревенж. Ехаги забирают себе визажа и клокверка. В бане находится аппарат Naga от Ехагов. Ревенжи избавились от Инвокера и Эмбер Спирита. Минута 10 бонус тайм уже остается. Задумались над вторым пиком ребятам. Ничего удивительного. Это же американская Дотка. Матч, который я сегодня на протяжении всего дня ждал и очень хотел посмотреть, как покажут себя Мизери Дота против Артизи Дота. И он закончился за 9 минут. Да, 9 минут я считаю, что очень мало. И мне этого чуть-чуть не хватило. Самую малость. А очень хотелось. Но не пошло. Кристал Мейден вторым пиком. Тут же бан паком, чем ответит Ехаги. Ну и что? Четвертый бан. Забанили Бэйна и Ехаги? Банится в Вивер. Решили ударить по оффлейнерам. Интересный выбор. Ну что же. Клок вурк вторым пиком. Ну а четвертым баном будет, наверное, саппорт опять какой-то раз решили истреблять. Может быть, ШД в связочку с Потмой не пустит. В любом случае, сейчас увидим. Мимо нас этот бан не пройдет. Минута 20 минус тайма. Ну и это минус Шторм Спирит. Решили убрать мидера. Ну и третий пик. 20 секунд тайма. Есть оффлейнер, есть один саппорт. Необходимы еще керри, мидера и еще одного саппорта. Поэтому появиться здесь может сейчас что угодно. Ну, кроме забаненных героев, конечно же. Слышу, что я задуваю, я не хочу задувать. Пытаюсь отодвинуть как-то микрофон, чтобы не задувать. Но не получается пока. Ну и что, пошел бонус тайм. 57 секунд. Третий пик. Неужели так угадали сильно по виверу и паку, что Тимми Хак задумались. Кристал Мейден Патман. Довольно-таки стандартный пик. Придумывать против него что-то неординарное не нужно. Поэтому я думаю, не знаю, какой керри тут зайдет. Может быть, Луна в американской доте, я так понял, она чересчур популярна. Может быть, кто-то другой. Ну и 10 секунд бонус тайма всего остается. Неужели так долго стоило думать над своим третьим пиком? Да он сейчас рандомом, судя по всему, залетит. Нет, это Абадон. Все-таки забираюсь вторым суппортом. Ну и ревенж. Ребята поменьше времени тратят на пик. Есть Саппорт, есть Патма. Пока непонятно, кто это. Патма, Патма Керри или Патма Сэми Саппорт. И Хаги, если не ошибаюсь, начали свой американский Старладер не очень успешно. И первую игру проиграли. И это Сларк. Опять же, непонятно, Сларк Оффлейн или же Сларк Мейн Керри. А может быть, Сларк Мид, как сегодня стоял соло. У нас в Европе. Сейчас увидим. Ну и что, четвертый пик. В любом случае, придется сейчас пикать. Уже времени на раздумья нет. Всего 2 секунды бонус тайма. И пора забирать. Это Магнус. Магнус в мид. И остается забрать Керри. Секунда бонус тайма всего остается. Не знаю, зачем так тянут время Тимья Хаги. Ну и ревенж. Ревенжа в побольше времени. Целая минутка есть на размышлениях. Над четвертым героем. В любом случае, должен появиться сейчас Мидер. Мидер. Если, конечно, это не Сларк. Ну и что же, что же, что. Уже ли тоже заденут бонус тайм? Да ладно. Завязывайте. Резерв тайм. И все-таки, да, бонус тайм пошел. Последняя игра на сегодня, после которой я с удовольствием отправлюсь поспать. Ну а завтра, скорее всего, у меня будет вечерняя смена. Вряд ли меня поставить на утреннюю, потому что до утренней осталось вообще гроши. Грубо говоря, если я закончу к 4 утра, то где-то в 7 или в 8, если не ошибаюсь, стартует Корея. Но это я точно не помню. Акс четвертым пиком. Это очень, даже очень. Интересный выбор героя. Видел я Акса, и Акс рубал. Действительно, рубал. Если не ошибаюсь, трипл и ультракилы творил за счет ультимейта. Просто испепелял все живое. Ну и бан. Что забанить? Забанить надо какого-то керри. Определенно, вот есть два саппорта. Оффлейнер, мидер. Нужно убрать, может быть, герокоптера. Может быть, луну. Я не знаю, что-то из той серии. Ну, в случае времени уже практически не остается. И придется что-то тыкать. Ну или не тыкать ничего, и останется черный квадратик. Это минус Войт. Воу-воу-воу. На самом деле, да. Имповер был. Войт мог бы и без ботов Юрия расправляться с огромным количеством народу. К тому же, как пофиксили купол, теперь мувспид там тысяча. Поэтому можно спокойненько Войдом наводить кипиш кипишной. Ну и минус Рубик. Все-таки уверен, что Патма это не будет. Что? Снайпер последним пиком? Лол. Но это жестоко. Вот этого я не ожидал увидеть точно. Когда вы последний раз видели снайпера в профессиональных играх? Я никогда. Ну это же вообще жесть. Ну ладно. Десять секунд на ответочку от ревенжей. Видит снайпера, наверное. Это Дарксир. Дарксир на оффлейн. Получается, Сларк, скорее всего, пойдет в мид. Не знаю, я на самом деле даже не буду говорить, как расставятся лайны, потому что боюсь вас обмануть. И не пойму, что тут произойдет. Ну что ж, ждем, когда Абадон прыгнет на героя и Дарксир. Все, ворвемся в дотку и начнем, наконец-то, уже смотреть игру. Ну уже, ну уже. Набрать тюни. Не, ну у пацанов вечер, конечно, им по фану там посидеть. Кто-то попил, кто-то покурил. Не торопясь, все размеренно. Не у всех же сейчас 5 утра или 3. Ну и что ж, призовой фонд перевалил до со 177 тысяч и уже составляет 177 тысяч и 10 долларов. Отличная работа, дорогие друзья. Мы рвемся вперед к заветной цифре 200 тысяч долларов. Я надеюсь, что с вашей помощью, дорогие зрители, дорогие зрители в Дота 2 ТВ, друзья, дорогих зрителей в Дота 2 ТВ, мы доберемся до этой цифры и будем крутыми. Гоу-гоу, пишут ребята, и мы, наконец-то, стартуем. Кто на ком? Панда Эго играет на Абаддоне, Кейкс, Клокверк, Руио Барус, Магнус, Джигл, Билли, Снайпер и Амашип, Сакс играет на Визаже. Это команда Ехак, команда Ревенш, Смэш, Акс, Масоку, Мирана, Сдок, Кристал Мейден, Михавк играет на Дарксире, и Бен Джаз, Сларк. Посмотрим, посмотрим, к чему это приведет и куда мы прилетим. Ну и что ж, погнали. Хотел я узнать, кто стоит на трипле, и вот на трипле стоит Сларк, Кристал Мейден плюс Патма. Патма все-таки будет семи-саппортом, а Акс отправляется в мид, на оффлейне, понятное дело, торчит Дарксир. В мидле против Акса будет стоять Снайпер. Вот это, кстати, интересно. Снайпер с сапогом, двумя деревяшками пропульными и тремя веточками. Очень неуютно там будет стоять Аксу, потому что подойти к крипам будет проблематично. Снайпер все-таки будет стрелять с хайграунда из большого рейнджа. Ну, посмотрим, как с этим будут бороться ребята из Ревенж. Может быть, Яхаги что-то знают о этих противниках, и поэтому берут какой-то интересный пик. Ну, посмотрим. Let's go, говорят. Руны иллюзий на топе. Контролит ее Патма. Прокачан Ароу. И смотрим дальше. Что ж, а тут будет дабла-дабла, я так понимаю. Да, Клокверк плюс Абадон будет стоять против Триплы. На ботами у нас находится Магнус плюс Визейдж. Интересный фармящий Магнус. Нормально все. Почему Магнус не пошел в мид, неинтересно. А снайпера бы спокойно отпустили на Изи Лайн фармить, если уж решили из него сделать керри. Так. Интересный поворот событий. Ну и снайпер будет расстреливать стоять. Аксу, конечно, не сильно залетает на первых уровнях, но как только появится хэдшот, или он уже есть? Нет, пока АИМ и увеличение рейнджа. Что-то слишком много ХП снайпер потратил уже на первой пачке крипов. Половины нет, пришлось сожрать Тангус. Магнус еще и дунает. Магнус. Тут иллюзия Патмы расстреливает. Да, неприятно здесь снайперу. Пытался сагрить, не пошло. Ну, Акс заберет всю эту пачку крипов, понятное дело, специально потанкует, чтобы собрать урожай. Собрал урожай, еще три Тангуса есть. Если у него сейчас появится быстрый вангвард, снайпер здесь вообще ничего ловить не будет. Ладно, это миддл. Что у нас на топе? Кристал Мейден плюс Ларк. На отводах стоит Патма. Ну, а фармит, я так понимаю, здесь Клокерк. Да, судя по количеству крипов добитых, именно он. Твою, тут Магнус просел плотненько от Дарксира. Вейвом попадает. Ну, и убегает просто Дарксир. Рассказ от визажа. 112 дэмэджа. Нужно перекрывать проход. Лол, ну, походу, не знает об этом визаж. Куда тут может кто бежать. Ну, и Акс в медле. Пришлось провязать фласочку. Уже такой покоцан нормально. Поджигалка у него появилась. Там руна Ригина. А что ползет Аксу? Аксу ползет Боттл. Интересный поворот событий. Поджигает снайпера. Снайперу с 568 хп очень даже неприятно. Да, вот до 202 спустилась. И что, снайпер тоже себе Боттл понесет? Так, сейчас... Нет, не несет себе снайпер Боттл. Руна Ригина. Ну, и Акс сейчас может немного побаковать. Сцепляют Кейкиса. Есть колбочка. Нормально дэмэджи так залетает. Тут еще новая. Кейксу буквально тычечку остается сделать. Делает тычечку. Нет, живет. Ой-ой-ой, уходит на 40 хп. 40 хп всего. Поджигают Абадона. Отхилили здесь снайпера, но... Я думаю, это временно. Такс... Сейчас подожжет его опять. Нужно добить крипа снайперу срочно. Иначе быть бедея не может добить. Да, вот он горит уже. И у него остается 300 хп. Вторая поджигалка уже снайперу очень неприятно. Сейчас может подойти Акс, может просто пойти его давить, поджечь и давить. Нет, пока он этого не делает. Вот теперь он это сделан. Но снайпер тут же добивает крипа, поэтому горелка спадает. Что тут? По крипстацию топовый на данный момент у Сларка. 17 на 3, 15 на 6. У... Магнуса на ботами. Ну и 15 на 8 уже... Чувствует себя снайпер. Поджигает. Нужно добить крипа. Ну и руна Регина сейчас активируется. Да, понятное дело. У снайпера больше отхила никакого нет. Добивает очередного крипа. И поджигалка будет через 2 секунды опять. Боится уже все это движухи снайперы. Паралленно делает, что тангусы летят, наверное. Да, тангусы летят снайперу. Прекрасно понимает, что без них деваться некуда. Хастул забирает Акс и отправляется на топ. И скорее всего здесь будет беда. Беда это скорее всего First Blood. Будет на Кейксе, потому что сагрит сейчас Акс. Акс агрит Абадона. Понимает, что Кейкса заберут там так и так. Забирают Кейкса. Абадон кидает на себя щиток. Пошел Акс на хосте. Ну, крутись же. Братюня. Поджигает. Ну, у Акса здесь могут быть проблемы. Надо ему отходить. Поджег. И улетает сюда Бадон. Ну, отрегенится. Да, Фонтан, конечно, тут поджигалка не перебьет. Возвращается в мид. Конечно, Сауры и ЦМ очки Аксу очень удобненько. Третья поджигалка уже есть. И вот сейчас очень неуютно будет снайперу. Хотя так у него тоже подросла. Да, второй хэдшот. 40% шанса нанести 40 бонусов до мейджа. И появляется ультимейт. Тут показывают на снайпера. Аро прилетает. Тут же его поджигают. Ну, и пойдут ли давить? Нет, давить не пойдут. Снайперу надо хотя бы задонайить. Не получается пока. Добивает к тапу ульту. Ну, и потухает из-за этого. Патма стоит в спине. Ну, вот снайпер отсюда, наверное, Аро не ждет. Аро сейчас будет. Нет, нет, Аро, кстати, Патма всего второго уровня. Пошел Аро, снайпер. Прилетает мимо, но теперь он знает, что там Патма. Тут же сигналит. Ну, и надо уходить отсюда. Да, есть лип. Все будет нормально. Ой-ой, Акс. Костанул Берсерк. Чтобы увеличился армор на время выстрела. Ну, и переживает этот выстрел. Еле-еле, но все же. Визейдж. Лип. Аро попадает. Подбегает сюда Дарксир. Ну, и у Патма небольшие проблемы. Да, Патму добивают Койлом. Дарксир здесь, правда, тоже, наверное, заберет. Нет, тут есть подхил. Щиток бежит. Висит фласка. Надо сделать хотя бы тычку, чтобы ее сбить. Но не получалось у Дарксира сделать тычку. А щиток не сбивает фласку. Поэтому... Ну, я про Ианшел. Не сбивает фласочку. Поэтому спокойно бегал и отхилился. Печальненько, печальненько. Ой-ой-ой-ой. Вот это проблемка на самом деле. Тут не хватает мусспида. Есть агр. Ультимейт. Отправляет снайпера в таверну. 2-1. Ревенш выходит вперед. И вот сейчас Акс такой штукой может начать очень сильно барагодить. Ему будет помогать Дарксир. Четвертая поджигалка. И плюс щиток. Это тьма демеджа в секунду. С хп снайпера это пережить невозможно. Ну и стоять драться, конечно, тоже не получится. Полетают транквилы. Что тут у Сларка? У Сларка почти шестой уровень. Сейчас он его получит. Уйдет в кусты и регенится. Но пока переживает. То, что может... Хотя ракетка первого уровня, Сларк по-любому уживает. Минус Абадон. Акс соло забирает. Почти уже девятого уровня. Да, тут очень все печально. И ждут снайпера на лайне. Сигналят. РП на Акса. Подвозит к визажу. Визаж зарядился. Раскаст. Акс сделал лагер. Но все равно отсюда вряд ли уйдет. Есть слоу. Погибает здесь Акс. Вейвом забирает его Магнус. Ну а снайпер тем временем просто расстрелял по тму. 3-3 становится счет. Восьмая минута игры. Сларк без одного крипа. Вот он шестой уровень. Наконец-то Сларк может зайти в кусты и отрегенится хотя бы немного. Тут опасно стоять таким на лайне. ТП на Ботом. Прилетает визаж. Получить свой шестой уровень. Наконец-то Фамильяры. Пошел АРОУ. АРОУ прилетает мимо. Не пошло. Гейкс. Закрывает в хуге цемочку. Новая. Колба. Ну цемка скорее всего погибнет. Хотя нет. Паунс там связывает. Цемка уходит. Нет. Ракеточки. И тут еще и у Сларка могут быть проблемы. Хотя нет. Сларк выгрызается. Паунс снова через... Четыре секунды. Койл. Щиток. Надо уходить отсюда. Ну идет напаунс отсюда Сларк. ААКС. Пришел за вышку. И просто собирает урожай. Да. Вот они. Крипы. Крипочки. Залетают. Весь пак. Тем временем вышка еще пушится. Есть ТП. Подходят сюда Фамильяры. АРОУ прилетает мимо. Поджигает. Магнуса. Магнусу нужно добить крипа. Иначе будет беда. Очень больно. Горелка четвертого уровня. Да. Добивает он крипа все-таки. Но потерял достаточное количество ХП. ААКС. ПЦМочкой. С батлом. Проблем. Не знает. Ну. Габд на его месте просто встал и собрал всех крипов. Да. Собрал 1100. На руки падает. Что ж. Десятая минута. Можно посмотреть графики. 250 по золоту. У ИХАК преимущество. 500 по ХП. Ну. Это пока такое. Ничего не знает. Не значит. Патма делает отвод. Начинаются стаки для акса. Я так понимаю. Мутизу. Чтобы он потом собрал урожай. Первый агр. Третья крутилка. Четвертая поджигалка. Потихонечку. Расходится. Да. Получается стак. Хукшот. Мимо. Кекс промахивается. Аро получает. Должен быть щиток. Есть щиток. Снайпер расстреливает. Аксу лучше развернуться. Сейчас повесят ультимейт. Да. Снайпер тут с такого ринджа бомбит. Патма на липе уходит. Ну и снайпер уже не хватает ринджа. Патма килит. Бенни троу крипс. Она липнулась на то, что настакала. И поэтому получила лещей. Да, неприятно. Акс медлеп пока что не может себя особо прям сильно реализовать. Хотя у него 2-1-0. Ну вот снайпер побольнее накидывает. С визами больше у него ничего нет. И этого ему хватает. Дарксир собирает медас на 11-й минуте. Видел я таких дарксиров. Ну и смотрим дальше. Здесь подожгли визажа. Визаж горит. И тэп-аут приходится делать. Испугался, что не хватит хп. Действительно, возможно, бы и не хватило. Приходится стоять на базе. Ну и патмап получает четвертый уровень всего. Ой-ой-ой. Это очень мало. Где же Акс? Акс приходит в миддл. Продолжает формировать. Девятый уровень. Снайпер с бешеного рейнджа просто... Ну тут жуть. 950 рейнджа. Это же... Беда. Ну, Сларка. 1600 на руках. Скорее всего, пойдет в барабаны. Хотя может их уже приобрести. Акс с девятого уровня. Полторы тысячи. Нужен дайгер, наверное. Че творит? Ароу. Ароу. Нет, не долетает Ароу. Никак не долетал вообще до хайграунда. Ну и смотрим дальше. Здесь Дарксир с имидасом восьмого уровня. С ботлом. Ну что, Акс, интересно, собирает 1600 почти на руках. Сларк грызет кейкса. Будет ли паунс? Не будет паунс. Хотя есть ультимейт. Сларк, в принципе, в безопасности. Сларк. Извиняюсь, Акс решил подформить то, что ему настакали. Да, закрутил все это дело. 1800 на руках. Отопьется ботлом. Ну и здесь Патма. Патма, кстати, по-моему, еще стрелой попала только упор в визажа, когда в него впрыгнула. Такой себе Синг-Синг. Магнус девятого. 500 остается до Дагира. Ну и Дагир появляется у Акса. Как и планировалось, я думаю, теперь сможет запрыгивать в толпу и инициировать. Дарксир продолжает фармить. Рецепт на хедреску. Ну и, понятно, и будет что дело, собирать Мекку. Что, где-то будут цеплять? Например, в Медле. Хотя и в Медле тут трудно будет цепануть. Тут Абадон охраняет. Снайпер фармит. Также Мидос появился. Атак спит просто бешеный. Есть фейзы. 1200 на руках. И Аксу тут мало что светит. Что, будет запрыгивать? Ну давай. Запрыгнул. Есть Агр. Поджог. Абадон должен снимать. Снял щитком. Ну и вот Акс по горбине тут же наполучал. Не было бы Абадона, скорее всего это был бы труп. Снайпер, но Абадон для этого в Медле и находится, чтобы охранять своего тиммейта. Который потом будет у всех убивать. Ну что, Сларк фармит. 2800. Shadow Blade скорее всего появится. Здесь попытка цепануть Кейкса. Два щитка сразу работает. Ну и зарубил его Акс, да. Бешеный сейчас мув спит сразу же появляется. Носится. Ультимейт не в кулдауне. Акс Дайгера прыгает в мид. Ульпа тмы. Магнус. Есть РП, но нет Дайгера. Ну и Акс подходит в мид. Снайпер. Видит его. Агар. Должен быть Арол. Залетает Арол. Щиток тут мало чего спасет. Да, тут же ультимейт. Дарксир. Есть ли вакуум? Вакуум есть. Подтягивают. Нет уж что в ульта. Что в уровне, извиняюсь, нет ульта. Ну и еще минус 2. Да, вот сейчас Акс начал немного поагрессивнее играть. И вроде как с Дайгером все получается. С Ларку прилетел Shadow Blade, как я и говорил. Тут ничего удивительного нет. Смотрим дальше. Сларк, кстати, может сейчас тоже начать уже охоту. У кого-нибудь снайпера он истезит 758 хп мгновенно. Но пока вот Сларк не хочет выходить на тропу войны и стоит фармить с крипами. Акс. Белт оф Стрэндж. Что это будет? Это будут Некра? Я не знаю, что это будет. Возможно, Некра. Так. Сларка подвозит. Подвышь, у меня есть ультимейт. Ну да. Хукшот отлично. Если он вниз догадается паунснуться. А он не догадался вниз паунснуться. Он начал ломать. Просто ломать Коги. Мог прыгнуть не в сторону Клокверк, чтобы не связываться с ним, а просто улететь и уйти под ультимейтом. Но вот решил придумать какую-то хитрую историю, которая закончилась для него смертью. 6-6. 16 минут. Полторы тысячи выигрывают ревенж. На данный момент. Три тысячи по хп. Полторы тысячи по золоту. Ну что, минус визейдж. Опять Дарксир. Опять Акс через два щитка. Приходит ужасное. Ну и фармят вышку на топе. Будет ли это размен на вышку на ботами, сейчас мы узнаем. Акс, в принципе, под щитком может крипов изничтожить очень быстро за вышкой. Посмотрим, захочет ли он это сделать. Клокверк забирает вышку на топе. Здесь есть Сларк. Ну и на ботами вышка тоже упадет. Произвали фортификейшн, но я сомневаюсь, что есть сейфтп. Вообще есть стенка. Дарксир пытается уйти. Кидает на себя щиток. Поджигают. Будет ли агр? Есть агр. Цепляют. Ну и вакуум, стеночка. Отлично. Иллюзии наваливают. Здесь проблемы небольшие у Дарксира. Дарксир погибает. А где остальные? Зарубили фамильяра. Отлично. Акс отсюда просто уходит. А ролл фамильяра. Ботом тавер все равно погиб. Ой-ой-ой, снайпер. Снайпер. Ну ему главное избивать даггера. Больше ему ничего не надо. Аксу. Спастись. Либо на развороте надо было прыгать. Либо спасаться. Ну и Сларк наконец-то в бой. Под Шадоу Блейдом. Находит Абадона и снайпера. Будет вгрызаться в снайпера. Снайпер. Даркпакт. Паунс. Нацепляют. Должны отхиливать. Не успел отхилить. Ну и теперь вгрызается в Абадона. Абадон есть если что ультимейт. Но Сларк может не попустить. Нет, все-таки попускает. Магнус. Подвез. Сларк сажал стики. Будет ли вгрызаться? Пошел ультимейт. Паунс через 2 секунды. Нет, не пошел. Не пошел. Хотя странно. Ну что, смотрим дальше. Сларк. Полторы тысячи уже имеет. В принципе, очень даже неплохо. Можно посмотреть на Творце. 7200 у Сларка. 7000 Акс. 6800 Дарксир. Это все. Игроки команды Ревенш находятся на первых трех топовых местах по Нетворцу. Уже за 3000 перевалило преимущество. Трудноватенько будет в массфайтах-то. Ну и что Сларк? Патма. Видит визажа. Должен кто-то присоединиться. Присоединяется Сларк. Должен уходить Shadow Blade. Нет, не идет Shadow Blade. Ну почему? У тебя же ускорили, братан. Вревайся. Ну ладно, Акс фармит топ. В общем, очень быстро. Да, появляются у него уже первые Некра. Как я и говорил, Хукшот. Есть Некра. Акс. Агрид. Тоже он зарубить просто. Ну рубай же его. РП. Пытается убить. Будет пытаться убежать. И возможно, кстати, это получится. Нет, там Даггер. Даггер откатился. Лоу. Не повезло. Чуть Акс. Но в любом случае, Клокерка он забрал. Это был не самый удачный ганг. Будут третий Некры. Будет вообще все очень печально. Что у Снайпера? У Снайпера появляются барабаны. Решил пойти немного в ХП. Ну и, наверное, это правильно. Форстаф у ЦМки. На 20-й минуте. Транклый ЦМка и Форстаф. Это очень даже неплохо. Мекк у Дарксира. Есть руна Инвиза. 1400 в кармане. И откатился еще Мидас. Фармит Дарксир. Хотя первая стенка по-прежнему на 11 уровне не стал максить ультимейт. И появляется первый ультимейт Торпус Ларка. Будет ли это Скадия или Линка, увидим чуть позже. Пока вот как-то так. С Ларком-то грех не фармить. Так, показывает, что здесь где-то есть варды, потому что Реген не включается. И значит его видят. Патма. Вообще тут есть шрапнель, можно попробовать прочекать. Акс уходит в мидл. Акс хочет следующий Некра. Его можно понять. Ну и что, полетит АРО или не полетит? АРО прилетает мимо. Пытался вакуумом потянуть по дару, он не получается. Цемочка с колбой. Расстреливают снайпера. Ну снайпер тут сейчас сам лицо разобьет. Здесь просто Новый год. Новый год. Живет пока Цемка ушла в Инвиз. Снайпера отхиливают. Липает Сапатма. Расстреливает. Еще тычечку. И щиток успевает накинуть Абадон. Поэтому снайпер просто уйдет. А вот Абадон может и не уйти. Абадон. Есть ли РП? Есть РП. Прошло не по кому. Лол, что творится? В коках закрывает Дарксира. Дарксир жив. По нему летит улица снайпера. Старшторм. Дарксир еле живой. Мекки нет. Нужно отпиваться как-то ботлом. Вейв. И в таверну. Ну и вот приходит здесь Братюня. Братюня Акс. Начнет сейчас... А не будет он напивать ультимейтами. Даже ультимейта нет. Подлетают сюда фамильяры. Посадили на него. Его расстреливает вышка. Очень неприятная ситуация для Акса. Пытается уйти в кусты. Купил, я так понимаю, свитых вторых некров. Посадили еще фамильяров. Ну и Акс уходит с Даггера. Уходит с Даггера. Цепануть его не получилось. Хотя снайпер под Мэднесом догоняет. Как же больно. Шрапнель тут еще. Ну и снайпер расстреливает. Ой-ой-ой. Какой бешеный атак спит. Тем временем в медле. Сларк несется в Шадоу Блейде. Будет пытаться кого-то цепануть. А кого он может цепануть? Цепануть его может снайпера. Причем на изичах. Помочь снайперу там мало кто сможет. Ждет отката Шадоу Блейда. Выходит на вард снайпер. С Мэднесом заходит в кусты. Дарк Пакт. Дэмидж нормально заехала. Мансит снайпер. Под хили паунсом цепану Баддона. Баддона есть ультимейт. Ну и Сларк огромные проблемы. Его начинают просто пепелить. Нет, Шадоу Блейда. Откатился. Просто повезло. Я так считаю. Ультимейт. 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 И начнет еще больше барагозить. Да, вот появляется третья Некра. И за руной. Ворует ее Магнус. Уезжает на хайграунд. Подожгли его тут. Но я думаю, это не проблема. Сейчас добьет маленького крипа. Все будет хорошо. Дарксир. Тринадцатый уровень. Вторая стеночка. Вакуум четвертый. Щит четвертый. Третий. Сюрш. Полторы тысячи на руках. После дайгера уже. Да, очень неплохо. Не получается никого найти. Что там у Сларка? У Сларк уже со Скади. Двадцать четвертая минута. ПТ. Скади. Шадоу Блейд. Очень. Даже очень. Ну что, смотрим продолжение. Будет ли где-то экшен. Чекают Рошана. Ракеткой с Рошаном все нормально. Никто его не трогает. И Дарксир продолжает фармить. Снайпер. Две тысячи триста есть на руках. Появится это Кристаллис какой-нибудь или в МКБ сразу пойдет. Сейчас посмотрим. В любом случае, атаки у него более чем достаточно. Еще и Имповер на нем висит. Четвертого уровня. Это больно. А Ром. Третий Некра. Пытаются забрать Рошана. И Рошан потихоньку погибает. Прилетала сюда ракетка Клокверка. Патма. Зачекала фамильяров. Фамильяры летят на Рошана. Кукшот. В кого? Я так понял в Патму. Да. Патму забирают здесь. Забирает ее снайпер. Абадончик. Абадончик пытается уйти. Фамильяры за Аксом охотятся. Абадон раскаст увозит отсюда. Дарксиры огромные проблемы. На Паунсе спрыгивает. Визаж. Ой, здесь визаж. Сларк. Ну и Цемка. Будет ли кого-то цеплять. Есть колба. Акс. Зарубил первого. Пошел дальше. Пошел за снайпером. Догонит по-любому. Очень большая скорость передвижения. Есть листи что ультимейт. Должен сагрить. Лу, Акс. Поджигает еще раз. Тут еще ломит Сларк. Будет Даггер через секунду. Зарубил. Да. Ну и минус 4. Минус 4 на одну Патму. Которая Ресла Васили сделала байбэк. Дарк Сир сделал байбэк. Да. Дарк Сир сделал байбэк. И уже фармит Мидл. Возвращаются на Рошана. Это еще все происходило без третьих некров. Которые были в кулдауне. Из-за того, что использовались на Рошане. Как-то так. Падает Рошан. А Егис достается Сларку. Да, Сларк сейчас, конечно, цель очень жесткая. Слишком много хп. Большой атак спид. И еще два раза убивать. Трудно, трудненько. Патма. Став оф Визерди. Тоже будут некра или это форстав. В последнее время на Патмах часто появляется. Мейл Шторм собирает Снайпер. И секунду просит Сларк. Ну, я думаю, секунду мы ему дадим. Как-нибудь пацан заслужил. Хотя у меня осталась одна батарейка. Давай, братюня, соберись. Ты должен. Ты должен. Я не знаю, там, ухо почесать и вернуть игру. Ну, никак не свалить на 2-3 минуты. Это немного разные вещи. Гоу. Ну и игра продолжается. Снайпер. Снайпер. Да, бешеный. Просто атак спид сейчас будет. Поэтому дело, что лайфстил не срабатывает, когда моего Шторм бьет молнией. Но в остальном... Сколько там у Снайпера атак в секунду, мне интересно? 0,74 персекунд без включенного Мома. Это... Ребят, я вам скажу, неплохо, неплохо. Ну и Сларк, правда, тоже не отстает. Я думаю, 0,67 атак персекунд. У него, правда, 18 ворованной ловкости. Ценочка. Хукшот. В кого попали? Ни в кого не попали. Попытка цепануть паунсом не пошла. Уезжает отсюда. Магнус. Ну что? Был Метакс. Готов запрыгнуть в толпу сейчас. Просто ворваться на троих с агой. Да, какой же красный агр. Сейчас даже думал, на Новый год. На Новый год не хватает маны. Лоу, провязали стики. РП, стенка четверых. Но там просто развал. Трипл килл от Дарксира. И минус пятый Абадон. Все. Это на самом деле конец. Потому что, да, ГГ пишет панда эго. Сопротивляться тут бессмысленно. Действительно, драка получилась очень классная. Запрыгнул Акс. Сагрил всех стенкой. Если бы еще у ЦМочки хватило маны на Новый год, там бы вообще все в секунду рассыпались. Но не было маны на Новый год. Не было. Совсем чуть-чуть. Не хватило. Что ж, дорогие друзья. Хочу сказать вам большое спасибо, что на протяжении сегодняшнего дня смотрели нашу трансляцию. Для вас на протяжении всего дня работали комментаторы StarLadder. Это был Вилат, Каспер, я, Факер, Адекват. Все мы трудились для того, чтобы вы смотрели дотку. На сегодня матчи, точнее, на сегодня они уже не окончены. Потому что буквально через несколько часов стартует Next. Матчи StarSeries. Спасибо вам, что смотрели нас. До скорых встреч. Пока, катаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok